всем огромный привет дорогие мои зрители в этом видео я хочу вас познакомить с такой травой которая называется болиголов пятнистый все это растение наверняка видели просто может быть не многие знают его название я хочу немного рассказать про него потому что это очень ядовитое растение это растение двухлетное двухлетние с неприятным мышиным запахом ботаническое название растение кониум она сама предупреждает об опасности так как происходит от греческого коны умерщвление другие названия петрушка дикая стволик ядовитый собачий дягель петрушник не забывайте что болиголов целиком ядовит его листья и стебли содержат токсические алкалоиды кониин конгидрин псевдоконгидрин растение может вызывать контактные повреждения кожи и слизистых поэтому будьте осторожны благодаря большому количеству алкалоидов растение является сильнейшим иммуномодулятором спазмолитическим мочегонным успокоительным противосудорожным и сердечным более утоляющим средством оно обладает антисептическим действием используется в борьбе с опухолями кистами и полипами методы применения препаратов из болиголова при лечении саркома и других опухолей запатентованы еще в 1990 и 2000 годах вырастает он до двух метров в высоту стебель у него трубчатый полый внутри ветвистый иногда он образует слизистый налет а в нижней части появляются бурые пятна на первом году развивается прикорневая розетка трижды перистых заостренных широко треугольных листьев они расположены на чечери черешках около 30 60 сантиметров и очень схожи с листвой петрушки далее листья расположены поочередно на небольших черешках и имеют продолговатый яйцевидную форму верхние листочки мелкие с узкими влагалищем практически сидячие при растирании обладает неприятным ароматом корневая система у него мощная стержневая болиголов образует щитковидные метельчатые соцветия на которых располагаются многочисленные зонтики с цветочками цветочки у него небольшие белого цвета цветет он летом с июня по август природе он встречается в алжире в марокко в тунисе эфиопии всю территорию европы охватывает умеренные районы азии от турции до китая в россии встречается почти по всей европейской части на кавказе западной сибири произрастает он на лесных опушках заливных лугах на склонах как сорная в посевах и огородах на зале залежек и пустырях около жилья у дорог у заборов на свалках по палатну железных дорог в лекарственных целях используется трава стебли листья и цветки все части растения ядовиты поэтому при заготовках необходимо строго соблюдать правила безопасности не пробовать растения на вкус не позволять собирать его детям готовая сырье хранить отдельно от других лекарственных растений спиртовая настойка семян и листьев боли головы применяется как болеутоляющее средство при различных болях экстракт и пластырь применяется наружно в качестве обезболивающего средства в древней греции его использовали как официальный яд которым отравляли осужденных насмерть считается что ядом боли головы были отравлены сократ и факион и со времен гиппократа считается это растение лекарственным даже известны случаи отравления голодавшего скота в 1963 году в новосибирской области выгорело природное пастбище и боли голов пышно разросся и там где пасся скот как раз таки в этих местах очень многие животные которые наелись боли головы были возбуждены и пугливы падали лежали на боку запрокинуты назад головой отравятся им и лошади если съедают очень много этого растения животных которые отравились боли головом отпаивают парным молоком почему его назвали боли голов да потому что при отравлении начинает кружиться голова сильно болеть вот за это его и назвали боли голов так что будьте очень внимательны когда гуляете с детьми на лугу и старайтесь не рвать и не собирать этого растения ну вот такое вот небольшое видео я хотела рассказать про растение которое встречается нам с вами в повседневной жизни практически все лето оно цветет поэтому будьте очень внимательны и осторожны всем удачи пока пока все и все и и Продолжение следует...